Радио Медуза Что случилось? Читательница Фонтанки Марина рассказала петербургскому изданию, что получила от Федеральной налоговой службы предписание об устранении нарушений валютного законодательства России, из-за того, что вовремя не уведомила российские власти о движении средств по счету, открытому в Узбекистане в 1922 году. Счет привязан к банковской карте, которую Марина, как и миллионы других россиян, оформила в одном из «дружественных» государств для сохранения возможности переводить деньги за рубеж и оплачивать иностранные товары и сервисы. Теперь за несвоевременное уведомление налоговой службы об операциях по счету жительница Петербурга грозит штраф. При каких условиях Федеральная налоговая служба может применить такое наказание к владельцам иностранных карт? Санкции к нарушителям валютного законодательства могут быть применены на нескольких этапах. Любой резидент России должен в течение месяца после открытия счета, а также изменения его реквизитов и закрытия, за рубежом уведомить ФНС. В противном случае, согласно Кодексу об административных правонарушениях, ему грозят штрафы в размере от 1000 до 1500 рублей за запоздалое или поданное с ошибками уведомление и в размере от 4000 до 5000 рублей за непредоставление данных. После уведомления об открытии счета его владелец также обязан ежегодно предоставлять фискальным властям отчет о движении денежных средств. Получить данные обычно можно в приложениях банков. После этого их не позднее 1 июня следующего за отчетным года нужно отправить в Федеральную налоговую службу. Согласно той же статье Кодекса об административных правонарушениях, предоставление недостоверных или неполных сведений грозит штрафом в размере от 2000 до 3000 рублей, повторное аналогичное нарушение штрафом до 20000, а несвоевременная подача отчета карается суммой от 2500 до 3000 рублей. Что делать, если вы не в России? Если вы провели за рубежом более 183 дней в календарном году, то уведомлять Федеральную налоговую службу об открытии счета и подавать отчет о движении средств за этот год не нужно. Но имейте в виду, что информирование налоговых органов о вашем нерезидентском статусе в будущем может повлечь повышение налоговой нагрузки. Кроме того, статус резидента и нерезидента применительно к теме иностранных счетов отличается от статусов валютного и налогового резидента или нерезидента России. С этим связаны и другие обязательства и ограничения, которые должны соблюдать граждане России, живущие как внутри страны, так и за рубежом. Если вы понимаете, что нарушили установленные правила, но пока не получили в свой адрес претензий и при этом находитесь в России или планируете въехать в страну и по какой-то причине не хотите иметь проблем с соблюдением законов, возможно, вам стоит рассмотреть вариант проактивного информирования Федеральной налоговой службы о непредоставлении данных и выплатить положенный штраф. Подать в ведомство в этом случае, как и в случае, если ваше нарушение обнаружили налоговики, необходимо документы, цитата, «обосновывающие фактическое нахождение на территории России в отчетный период», то есть, к примеру, заграничный паспорт, объяснение непредоставления данных и, в случае, если вы просрочили отчет о движении средств, сам этот отчет. Имейте в виду, что передача всех этих данных властям сделает вас более прозрачным для российского государства. Допустим, вы хотите оспорить претензии в свой адрес в случае, если перестали быть резидентом России в отчетный период. Но в будущем это может привести к росту налоговой нагрузки в России. Повышение налогов для нерезидентов чиновники активно обсуждают все последние годы. Кроме того, стоит быть осторожным, если вы использовали иностранные счета для действий, которые репрессивное законодательство России может трактовать как преступление, например, донатов правозащитным организациям и медиа, признанным в России нежелательными, или украинским благотворительным фондам, которые поддерживают ВСУ. Послушали аудиоверсию короткого разбора «Медузы» о том, что делать, если у вас есть карты иностранного банка, и вы опасаетесь претензий российской налоговой. Вы настроились на радио «Медуза». Мы есть на всех основных подкаст-платформах и, конечно, на YouTube «Медузы». И, кстати, YouTube — это еще один безопасный способ поддержать нас, если вы не в России и у вас не рублевая банковская карта. Вы можете оформить донат. Для этого нажмите «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки. Оставайтесь с нами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok